Все знают, что это любительство. Оно уже пошло. А, ты уже снимаешь? Да, я вот только что сняла. Они там настраивались, ребята. Я снимаю, потому что это любительское видео. Все, как хотите смотреть. Все прямо ведем онлайн-трансляцию. Да, это уже трансляция идет. Ну, это так прикольно. Дайте сниму на историю. Давай, давай. Это невозможно. Давай просто дивиться. А ты будешь монтировать? Ну, там, типа, вырезать? Если надо, буду монтировать. А ты вообще не монтируешь? Сын монтирует. Ой, блин, голова заболела. Да-да, вот голова заболела. Глова заболела. Я думаю, что мы сейчас снимаем офигенно любительское видео. Смотрите, с кем. Оператор Карина Манесова. Да, интервьюер. Мне не сподобается. Как так получилось? Не знаю. Ждите провокационных ответов у Карины на ютуб канале. Офигенно. Вообще офигенно. Это я уже отдельно могу, наверное, снять. Вот этот кусочек. Хотя это была моя инициатива, просто никто не знал вообще. А ты ожидала вообще такой любви от зрителей? Я прям читаю комментарии, я в шоке. Мне кажется, за все мастер-шеф такой любви ни один участник, по-моему, не получил. Ну, это же победитель, что неизвестен. Нет, нет, дело же не победитель. Они же просто в тебе что-то такое увидели и так тебя полюбили. Вот ты что, ты не умираешь, когда читаешь вот эти комментарии? Я не знаю, мне надо слово умираешь, обязательно, чтобы оно было. Умираешь или умираешь? Сказать просто, да? Да. Я, короче, чуть ли не умираю, когда читаются все комментарии. Но не умираю от счастья, типа. Потому что, я не знаю, как так вышло. Сначала мне ненавиделись. Потом это восстановление прогресса. Что тут так холодно? Прометяло жестко. Накинь на себя что-то. Нет, по ногам тянет просто жестко. Может, местами поменяемся? Это правда будет подобивительно. По ногам? А дай кофту накинь сверху мою. Это чья кофта? Это Сержа как гурка. Накинь, накинь кардиган. Как вам? Вот, ну да, разберешься. Как вот реакция? Вот так, молодец, молодец. Вот эти комментарии, сыночек, все там. Тебе не кажется, что только ты вот свистишь, только ты скажешь, что вот мне нужен новый телефон, и что-то тебе даже буквально пошлют просто его. Отправляйте Сержу как бы там по бартеру. Нет, я, люди, я серьезно говорю, вот если вы так любите, почему бы не помочь молодому парню? Почему? Не, ну самом деле, если он даст то, если его так любит, боже мой. Не то, чтобы даже помочь, а что Серж реально может сделать людям нормальную рекламу как бы. Нет, Серж, у тебя же есть канал. У тебя есть канал. Там ютуб-канал, да, там пять с половиной тысяч. Там всего лишь три видео. Я тебе, я тебе по-хорошему завидую. Три видео, я там двадцать пять уже сняла. А у меня... По-моему, у тебя даже больше. По-моему, даже у меня больше, да. Но это говорит о твоей популярности. Знаешь, это такая популярность, она же разная популярность бывает. Тебя именно вот полюбили, народолюбимец. Вот ты просто можешь снять вот канал. Вот на канале просто вот сам Вел Адамян, ему постоянно там что-то шлют. Я все время вижу, он говорит спасибо, спасибо, спасибо. Но ты очень достойный. Если так тебя любят, почему люди... Не, Лиза, ну сам... Давай-то скажем. Лида, если у вас есть божание... Я просто не могу просить. Я не полный просить за свою жизнь, понимаешь? Типа, чтобы так... Если у вас есть божание, я типа за. У меня сейчас сложный какой-то период. Я типа обустраюсь в Киеве. Хочу менять планы. И вообще какие-то сотрудничества, предложения. Да, предложения, любви, интересни. И вообще, если у вас просто... А что, нельзя там как-то открыть счет? Счет открыть нельзя? Конечно. Ну, можно? Но это... Но Серджа не хочет... Серджа не хочет там просто просить денег? Если у вас есть божание... Типа, какие-то творческие предложения. А ты знаешь, Лиза, я считаю... Вам... Вы же молодые, а мне 48 лет. А я считаю, что... Понятно, что... Что он просто так не хочет. Настоящее. Но если человек, женщина возьмет 200-300 гривен и просто пошлет, это нормально. Человек... Вообще-то так редко... В нашем мире помогают друг другу. Почему бы 300 гривен и не поставить... 300 гривен для молодежи, это тоже не маленькие деньги. Это возможность... Оставим карточку Серджика в инфобоксе, как бы, в описании. А есть такое, да? Конечно, написано. И мы научим, покажем, куда вставить карточки. Довольно не грамотно в этом отношении. Но, ребята, если в самом деле у вас есть возможность, есть желание... Я когда читала этот комментарий, думаю, вот это парень попал на любовь. Именно попал на любовь. А, блин, реально, если бы каждый скинулся по десяточке... Ну, я бы же открыл свой... Ну, не открыл, а зробил бы вашей вклад в свой заклад. Ну, снял бы помещение и ремонт бы начал. Как минимум, да. Люди, вы слышите, вот даже на ремонт просто... Это просьба от меня. На оборудование на твоего ютуб-канала. Даже на оборудование, даже на хорошую камеру. Посмотрите. Сейчас тавтбоксы, камеры и штатив купить, все, типа, дорого кое-что. Но я не хочу, как бы, делать второсортный материал с телефона, из-за чего я хочу выдавать их из карточки. Посмотрите, я делаю второсортный материал со старой камерой, но если будет такая возможность у вас, люди, пожалуйста, если я карточку там, что-то они там болтают про эту карточку, я не знаю, я это все напечатаю, все это сделаю, и, пожалуйста, есть карточка. Если у вас есть возможность, такую любовь, он, на самом деле, достоин этого. Я его сразу узрела. Я не знаю, почему там так поздно узрели, но я его сразу узрела, я даже ему смс писала, я даже скриншот сделала, я умею скриншоты делать. Да, если ты победишь. Сержик, ты не переживай, все у тебя будет хорошо. Я в начале такая же была, что он мянщится, я не знаю, кто. Подожди, а когда ты был в 18-ке, чи 19-ке, кто тебя поддерживал? Кто тебе смс-очки писал? Да, да, мы общались. Ну, я тебе писал, ты мне не боялась, но мне отвечали сначала. Да, сначала вообще не поняла, что это. Она думала, а ты не понимаешь? Нет, я сначала не поняла, кто это. Вообще не поняла, и мы ж тогда не были еще лично знакомы, и думаю, блин, че дурочок, че не дурочок, че шо. Но все равно я почувствую, аж там что-то хорошее. А потом, типа, что-то хорошее, да. А потом, когда мы уже увиделись, когда мы приезжали тогда в гости, и мы увидели живое, и Серджик тоже сразу понял, что, Серджик, я неплохая женщина или я плохая? Я выпал вести чай, походу. Ну, ты, на здоровечко, лечись. Серж, а вы что, там есть люди, которые верят, что и через год будут популярны? Думают это навсегда? Ну, не знаю. До полгода прошло, нас уже потихоньку, да, Лиза? Слышишь, а можно еще один такой вопрос? Ну, вот у тебя есть канал, как бы, на ютубе, ты там сам все делаешь, а Мицкевич... Лиза, Лиза, а скажи, что у Серджика еще? Я же буду монтировать на нескольких минут, и пусть это даже остается, что я сейчас говорю. Скажи еще раз про канал Сержа, и что... Давай, начинай. Ну, да, но так кажется, что должно быть естественно. Это пусть будет, это все останется. Вот то, что я сейчас тебе говорю, я монтировать не собираюсь это, я не умею, это все вот будет так. Я хочу, чтобы люди знали, что у Серджи есть канал, что он молодой парень, перспективный, что ему нужны средства даже снимать. Я тебе серьезно, я это снимать не буду. Мои зрители знают, что я дум-дум в этих монтирах. Если у моего сына будет время, он смонтирует. Если не будет, я не смонтирую, я буду вот так выдавать видео. Так что не обижайтесь, чтобы не то. Предлагают пользуйся, ну почему бы нет? Так оно, понимаешь, Карина, оно даже не то, чтобы пользуйся, а оно даже приятно, типа... Да, даже приятно. Да, помогает. Сержик хочет взамен что-то дать. Ну пусть не дает иногда, он молодой. Предлагают люди деньги, пусть берет. Предлагают бесплатно. Ну и предлагайте там, я не знаю, что там... Блин, Карина, ты просто такая бумажка. Да, это супер вообще. Я не знаю, я... Ну я думаю, что надо, чтобы они предлагали. Я БТБ 24 на 7 секунд. Реально. Участников... Мы... Серж открыт вообще, так сказать... Любые предложения, я готов. Моя кухня открыта будет. Реально, с каких-то других реалити-шоу, там может быть, кто-то чем-то тоже интересным занимается, но почему бы они приготовить вместе, вместе эти видео вместе, да? Лиза, ну больше пользы ему принесет не те вот участники других шоу. Понятно, это будет просто интересно, будут набираться просмотры. Я хочу говорить, я вот как зациклилась на это на самом деле, Адамьяна, что я слышу каждые там 2-3 минуты ему бинк, он говорит, спасибо. Так, скидывать здесь все на карту. Нет, я серьезно говорю. Все, вот тут вот мы подставим, как бы, тут в инфобоксе где-то. А где ты в инфобоксе подставишь? В описании. В описании видео, да. В описании? Да, в описании видео будет номер карты. Номер как? Приватбанк. Да. Но туда можно скидывать не только с Приватбанка. Да. А вот мне, знаешь, нравится, как Самуэлу подарки посылают очень хорошие. С Швейцкого подарки. Да надо сказать, скоро Новый Рик. Вот, вот. Какого есть какие-то божане, типа, привитати? Да. Сержи, когда елка есть? Елка домой есть? Нет, я линкой все разыграл. Отставь елку, где люди туда присылали подарки. Присылали подарки. Елку? Реально, надо поставить елку. Конечно, под елку подарили. И все красиво будет. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok